Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей. Избушка там, на курьих ножках, стоит без окон, без дверей. Русская избушка, где можно встретить более 300 фигурок Бабы-Яги и ее друзей, ждет щелкался в гости. Основательница уникального сказочного музея Елена Яковлева рассказала, что идея собирать фигурки появилась у нее во время путешествий с мужем по Золотому кольцу. Вот эта красавица положила начало музейному делу семьи Яковлевых. Она появилась у нас самая первая в доме, но мы не можем вспомнить, откуда она появилась, кто нам ее подарил. Просто когда после нее стали появляться в доме другие Бабы-Ежки, я сразу ее отставила и запомнила, что она была первой. И я к ней всегда подхожу, что-нибудь у нее прошу, глажу, и почти всегда все сбывается. А посетителям у нас загадывают желание у духа леса. В музее представлены не только фигурки фольклорной старушки, но и куклы ее близких друзей, о которых также сложено множество сказаний. Здесь можно встретить черта, кощей бессмертного, кикимору, водяного и других героев, в том числе старославянских богов. Посетители музея окунаются в мир сказок и легенд, связанных с Бабой-Егой, и узнают о ее происхождении и роли в фольклоре разных народов. Кроме того, для взрослых и детей здесь постоянно проходят занимательные мастер-классы. Я думаю, что это и интересно и детям, и взрослым, тем более, когда это проходит представление с Бабой-Ёшками. Мы угощаем сладостями, чаем из шишек. Мастер-классы проходят мухоморы из ваты, они делают. В Доме творчества можно пойти после музея. У нас там роспись футболок, роспись кружек, ходит роспись по дереву, деревянных изделий. Новый частный музей Баба-Яги в царстве Мухомора получил официальное свидетельство. Теперь он включен в реестр Союза содействия деятельности частных музеев. Он находится в коттеджном поселке Лосиный парк на улице Кленовой. Увидеть коллекцию можно по предварительной записи. Евгения Корытько, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова